Привет! Как попросить ненавязчивого своих зрителей на YouTube подписаться на мой Telegram-канал, потому что потенциально могут либо канал заблокировать, либо YouTube заблокировать? Окей, неплохо. Что бы еще интеллектуального спросить? Окей, напиши теперь тот же самый текст, но как будто ты в стельку пьяный. Как видите, получился довольно-таки классный результат. И что вас ожидает вообще в рамках этого ролика? Здесь мы с вами будем писать с нуля на платформе Node.js вот такого бота, который умеет принимать голосовые сообщения и текстовые сообщения и взаимодействовать с GPT-чатом. Он также будет запоминать контекст общения, то есть всю вашу переписку. И внутри будет довольно-таки много классного функционала, потому что мы будем конвертировать голосовушки в MP3, потом будем переводить голос в текст, потом текст будем отправлять в GPT. Ну и по итогу у вас будет возможность поиметь своего собственного бота, с которым вы можете общаться голосом. В конце ролика мы возьмем его и зальем на VPS-хостинг, то есть я полностью покажу весь процесс, чтобы он постоянно мог работать и вы, в общем, имели свой собственный сервис. Также хочу пояснить немножечко мотивацию вообще создания такого проекта, потому что изначально я сам для себя его создал, так как прекрасно понимаю, что вот такие нейронные сети, как, например, чат GPT, они уже есть и они никуда не уйдут. И поэтому вместо того, чтобы паниковать, нужно придерживаться такого тезиса, что те, кто умеют его использовать, те дальше будут прогрессировать. Те, кто отказываются и думают, что это какая-то ерунда, те, скорее всего, рано или поздно перестанут быть востребованными. То есть факт в том, что технология есть, и в данном случае нам нужно просто научиться с ней взаимодействовать. Поэтому я изначально понял, что мне неудобно ходить каждый раз в браузер и подумал, окей, я хочу общаться с ним голосом. Поэтому он дописал такого бота и вот какую-то первую версию, потому что моя версия ушла уже дальше, я покажу, как создавать вот в рамках этого видео. И по итогу получится, что у вас будет свой собственный сервис, который вы дальше сможете развивать и более удобно взаимодействовать с вот этим искусственным интеллектом. Также я хочу отметить, что вот из опыта взаимодействия, в принципе, с этим чатом, то, что недостаточно просто там задавать какие-то вопросы. Ну, то есть поначалу вы задаете, смотрите, как он реагирует, но потом вы начинаете уже в процессе искать, какие методы взаимодействия с ним эффективнее, проще и так далее. И для себя я открыл спустя где-то неделю пользования таким ботом, то, что на самом деле это существенно сокращает время поиска информации. То есть вот, например, мне было очень интересно, чем занимаются, скажем, девушки, которые работают в модельных агентствах. И я абсолютно ничего не знаю про, значит, модельную сферу. Я начал спрашивать у GPT, типа там, в чем заключается суть, например, модельной работы. Окей, я мне там рассказал про различные выставки, показы, там, мероприятия и прочее. Дальше я начал у него спрашивать. И, то есть, по сути, ты просто как будто бы ведешь диалог с человеком, который уже все знает. И ты просто вместо того, чтобы вот в Википедии переходить по каким-то ссылкам, ты просто точно начинаешь голосом спрашивать какой-то вопрос, и он начинает тебе его раскрывать. Ты можешь его уточнять, можешь менять контекст и так далее. То есть, по факту, у тебя постоянно есть какой-то наставник, который может тебе дать нужную компиляцию знаний, которые ты сразу же можешь использовать. Очень круто, и я надеюсь, что вот вы посмотрите это видео, значит, напишите тот же самый проект, и у вас будет карманный, в общем, GPT, с которым вы дальше сможете прогрессировать. Поэтому контент здесь будет интересный. Еще раз подчеркну, что мой телеграм-канал будет в описании к этому видео. Очень важно, чтобы вы на него подписались, там больше контента и вообще нет рекламы. Все, давайте переходить к основной части. Приятного просмотра. Итак, теперь давайте приступим к написанию бота. Впереди у нас довольно-таки много работы, но я думаю, что она будет достаточно интересной. И я начну с VS-кода. Здесь, в первую очередь, мне нужно будет проинициализировать проект, потому что боты я буду писать на платформе Node.js. Соответственно, я пишу npm init-y для того, чтобы просто генерировать package.json без базовых настроек. И дальше установлю необходимые пакеты для разработки. В первую очередь, это команда npm e с флагом "-d". Здесь я поставлю node.mon и cross-env. Чуть позже он нам потребуется. Ну а node.mon нужен для того, чтобы запускать Node.js приложение в режиме разработки, чтобы сервак сам перезапускался. Сразу же добавлю здесь script.dev и напишу node.mon. Он будет смотреть мне папочку source на файл main.js. И то же самое я сделаю для команды start, только здесь я уже буду запускать с помощью просто node.js. То есть это такая базовая подготовка. Дальше сразу же в package я добавлю еще одну запись type со значением module для того, чтобы пользоваться современным синтаксисом импорта и экспорта в Node.js. Ну и теперь, соответственно, мне потребуется папка source, где должен находиться файл main.js. Ну, можем проверить, что все это работает. И написать команду mpm start. Да, мы видим, что отрабатывает working и mpm run.dev. Да, как видите, working работает. Если я что-то изменю здесь, получилось нелицеприятное символ. Но, однако, мы видим, что все перезагружается и изменения происходят. То есть теперь могу это остановить. И вот базовая настройка Node.js у нас готова. Теперь, в принципе, мы можем пойти уже и поработать с непосредственно ботом. Для этого я буду использовать такой фреймворк, который называется Telegraph. Нам для начала нужно его установить. Пишется он как Telegraph. И еще я установлю такой пакет, который называется config. Для того, чтобы работать с различными системными переменами. Значит, мы видим, что в dependencies уже у нас попадает config и Telegraph. Но вот эти вещи, они нужны нам для разработки. Собственно, сразу же мы можем начать уже запускать бота. Я импортирую что-то из Telegraph. И дальше после этого мы можем создать объект bot через конструктор newTelegraph. Вот сюда мы должны передать какой-то токен, который мы будем получать уже непосредственно у самого Telegram. Но пока допишем функционал. То есть после того, как мы бота создали, мы можем его запустить. Кстати, сейчас я пишу на JavaScript, но в принципе вот эта вот библиотека, она полностью написана на TypeScript. То есть здесь есть полная аннотация к методам, к их типам, что довольно-таки удобно. И, ну, ускоряет процесс разработки. И добавим еще такие вещи, что в случае, если Node.js у нас вдруг завершается, давайте вот такое событие выберем, то тогда мы будем останавливать бота. Bot.stop. Тоже по этому событию. И еще обработаем событие терм. Супер. У нас есть теперь необходимая база. То есть мы просто бота создали, запустили. И теперь можем поработать сразу же уже с токеном. Для этого я перейду в Telegram. Кстати, опять же, здесь мы видим мой Telegram канал. Подписывайтесь. И по очевидным причинам не буду палить свои переписки. Поэтому здесь я напишу, нажму Command K, но вам потребуется поиск. И мы в поиске выбираем такого бота, как BotFutter. Переходим в него. Значит, и если мы посмотрим список всех команд, которые у него есть, то нас интересует здесь строчка NewBot, которую мы вписываем. И после чего мы можем создавать уже своего собственного бота. Для начала дадим ему какое-нибудь имя. Ну, например, я назову его FreeGPT YouTube. Я думаю, что нам будет понятно. То есть это его просто имя. Теперь нам нужно задать ему какой-то ID. Ну, например, пусть так и будет. FreeGPT VoiceBot. Что-нибудь в этом духе. То есть мы видим здесь, какое правило. Нам нужно соблюсти, что это должно быть как бы одно слово. Он должен заканчиваться либо на бота, либо на нижнее подчеркивание бот. И эта строчка должна быть уникальной. Супер. Эта строчка уникальная. И, соответственно, здесь мы видим, что у нас есть токен. То есть я просто по нему нажимаю. И в целом нам этого будет достаточно. Соответственно, дальше мы можем перейти вот в самого этого бота. Ну и, как видите, тут уже можно начать с ним взаимодействовать. Пока, естественно, он не будет работать, но тем не менее. Значит, сразу же сделаем некоторую заготовку. Я создам в корне папочку config. И здесь я создам файл default.json. И здесь в JSON я запишу данные для нашего приложения. То есть это будет Telegram токен. И сюда я заношу токен, который скопировал из Telegram. Когда я этот ролик залью и выпущу, естественно, этот токен уже будет недоступен, как и все ключи. Но вы будете делать по аналогии того, что вы видите на экране. Поэтому у вас все должно работать. Теперь за счет того, что у нас есть вот этот пакет config, мы можем легко подключать вообще все эти токены, различные там переменные и так далее. Точнее, константы. Мы просто импортируем config. И сюда мы можем передать config.get.telegram.token. Теперь, если мы запустим данное приложение, мы видим, что оно запустилось. Однако, если я нажимаю на старт, то пока ничего не происходит. И это супер логично, потому что, несмотря на то, что бота мы запустили, и процесс как бы работает, он пока что ничего не делает. Поэтому можем задать первую команду какую-нибудь. Например, значит, мы это будем описывать все до того, как запустим непосредственно бота. Значит, здесь напишу bot, command. Мы будем обрабатывать, например, команду start. Здесь мы получаем функцию. И в этой функции у нас присутствует контекст. Мы, кстати, эту функцию можем делать и синхронной, для того, чтобы работать с async и wait. Ну и самое простое, что мы можем здесь сделать, написать контекст, reply, то есть ответить обратно в этот же чат. Например, давайте вообще посмотрим, а что находится у нас в контексте. Мы можем немножечко продебажить. JSON, stringify, контекст, message. Я немножечко упрощу нам задачу, потому что в контексте на самом деле много довольно-таки объектов. Нам важно понимать, какую информацию мы, в принципе, здесь можем наблюдать и какую можем использовать. Собственно, перехожу в бота, нажимаю start. И, как видите, он нас уже отправляет обратно ответ, где мы можем увидеть, собственно, что здесь вообще происходит. То есть есть объект from. Мы видим ID, first name, username, язык, premium или не premium. Но, что более интересно, у нас есть здесь такое поле, как текст, где написан тот текст, который мы отправили. То есть это как пример. Но здесь мы обрабатываем команду, нам чуть позже это пригодится. Мы также можем обрабатывать еще и какие-то входные данные, например, текстовое сообщение. Для этого мы пишем bot on. и дальше есть специальные фильтры в телеграфе. Давайте мы их импортируем. Значит, это находится в telegraph filters. И фильтр называется message. То есть в чем заключается здесь идея? В том, что мы можем отправлять на самом деле что угодно в бот. Можем картинки направлять, голосовые сообщения, текст, видео, файлы, стикеры. Ну, довольно-таки много различных сущностей. И суть в том, что с помощью фильтров мы как бы говорим, что мы сейчас будем фильтровать на входной поток. Соответственно, работает это таким образом. Я говорю, что конкретно я здесь принимаю. Да, текст. Ну и дальше, опять же, принимаю здесь какой-то контекст. И мы можем посмотреть. Давайте также сделаем await context reply на то, что у нас такое message. Значит, теперь я отправляю какой-нибудь текст. Да, и теперь мы видим, что этот текст у нас уже успешно считывается, что довольно-таки здорово. Но так как мы хотим в данном приложении работать именно с голосовыми сообщениями, то здесь я пишу voice. И давайте посмотрим, что у нас находится в объекте context message voice. Значит, если я отправляю просто текст, как видите, ничего не происходит, что, в принципе, логично. Значит, если я запишу голосовуху, кстати, интересно, он будет понимать вообще меня сейчас или нет, то мы видим уже необходимую нам информацию. То есть вот, что касается, в принципе, той голосовушки, которую я написал. Интересно, он распознает его или нет? Так, это важно, нужно проверить. Значит, если я запишу голосовуху, кстати, интересно, супер, он меня понимает. Вот что-то похожее нам сейчас тоже нужно будет с вами сделать. Теперь поговорим немножечко про алгоритм того, что будет здесь происходить. Как видите, когда мы отправляем голосовушку, мы получаем вот такой вот набор данных. То есть есть некоторый файл ID, есть его размер, количество секунд. Но для того, чтобы, короче, реализовать то, что мы хотим, чтобы голосом общаться именно с GPT, нам нужно для начала перевести вот это вот голосовое сообщение в текст. Этот функционал есть также у OpenAI. То есть мы можем воспользоваться его API. К сожалению, да или к счастью, можем даже посмотреть в документацию. Кстати, да я нахожусь сейчас на платформе OpenAI. И здесь как раз-таки есть вот этот API reference и документация. Значит, если мы посмотрим на функционал speech-to-text, то где Node.js, почему-то нет Node.js здесь. Мы видим тут какие-то методы. И видим, что, во-первых, мы можем отправлять сюда файл не больше 25 мегабайт. И входящие значения, форматы, значит, аудио. Это mp3, mpeg, mpga. Короче, здесь нету OGG, в котором сохраняются как раз-таки голосовых и телеграммы. То есть первое, что нам необходимо будет сделать, это переконвертировать, получается, OGG в mp3, например, и после этого отправить уже сюда. Ну и когда у нас уже есть текст, мы сможем поработать непосредственно с GPT. И для того, чтобы, значит, сформировать этот OGG, нам, получается, нужно его для начала скачать, потому что в данном случае у нас присутствует только какая-то о нем информация, но вот есть файл ID. И мы можем теперь пойти на телеграмм-сервера с помощью этого ID и скачать его. Ну, собственно, такой алгоритм. Надеюсь, было понятно. Но я думаю, будет понятнее еще, когда мы начнем это реализовывать. Для начала вот что сделаем. Добавим здесь trycatch, потому что, скорее всего, у нас будут какие-то ошибки. И просто чтобы мы понимали, что вообще здесь происходит. Я здесь добавлю обработку. Error while voice message. Все. Это задел на будущее. Где-нибудь, если я ошибусь, мы сразу будем понимать, где конкретно. Значит, для начала нам необходимо получить ссылку на данный файл. Как мы это можем сделать? Я пока это закомментирую вообще. Я создам здесь константу link. И дальше я могу подождать пока в контексте и в его объекте телеграмм. Там есть определенные методы. Значит, мне потребуется метод getFileLink. Ну, в принципе, он говорящий. То есть мне нужно получить ссылочку на непосредственно файл. На какой файл? Он у нас хранится в контекст, message, voice. Ну и там, помните, есть файл ID, да, потому что вот он, как раз это значение. То есть теперь мы можем посмотреть на то, а что у нас такое link. Значит, давайте сделаем вот этот наш дебаг. Только здесь мы будем уже отправлять link. Можно это и в консоль выводить, но раз уж мы развлекаемся с ботом, то почему бы и да. Значит, отправляю. Давайте для того, чтобы проще было тестировать. Я хотел поменять на текст, но как я тогда буду тестировать голосовушки, непонятно. Придется спамить голосовыми сообщениями. Супер. Значит, в ответ мы получили здесь ссылочку на наше голосовое сообщение. Если мы попробуем его скачать, то сохраняется файл. Опять же, если его сохранят, видите, мы получаем здесь файл .ogg. Вот нам нужно его будет переконвертировать в mp3, например. Я так понимаю, что они это сделали там плюс-минус для оптимизации. Но что еще я хочу вам показать, что на самом деле то, что не показал непосредственно сам Telegram, если мы выведем здесь в консоль link и запишем какую-нибудь голосовуху, то на самом деле link — это объект URL, где присутствует довольно-таки много полезных значений. Просто когда мы, видимо, засовываем его в JSON, он приводит его только к строке, то есть получает его ашрев. Так вот, нам как раз-таки нужно этот ашрев и вытащить. Соответственно, давайте это сделаем. То есть запомнили, что вот здесь вот хранится на самом деле наша URL, по которому необходимо все это скачать. И перед тем, как мы перейдем уже к написанию функционала именно для того, чтобы трансформировать данные, я еще создам здесь константу userID, который будет, в общем-то, как раз-таки соответствовать ID-шнику человека, который с нами сейчас взаимодействует, ну, точнее, с ботом. То есть он хранится в контекст message from ID. Я еще даже сразу оберну в строчку. Зачем мне это нужно? Затем, что представьте, вот сейчас, допустим, только я общаюсь с ботом, и, ну, нет никаких проблем. Но когда будет несколько уже человек, то есть файлы там нужно будет, например, различать. Ну и самый простой способ — это различать их по ID-шнику непосредственно пользователю. Значит, теперь переходим к написанию функционала для работы с аудио. Допустим, я назову файл как ok.js. И здесь у меня будет класс, который я назову ok.converter. На самом деле можно абсолютно как угодно структурировать код, можно там отдельные функции сделать, то есть это абсолютно непринципиально. Единственное, что здесь я буду экспортировать константу ok, которая будет равняться new ok.converter. Ну и, по сути, здесь у меня будет два основных метода. Я конструктор реализую. И также мне потребуется перевести данный ok в mp3. И для начала мне необходимо будет его еще создать, потому что, да, он находится, этот файл, на удаленных серверах Telegram, но для начала мне нужно же его скачать и при этом сохранить в локальный файл. То есть это то, что я планирую как раз-таки сделать. Поэтому теперь нам потребуются дополнительные пакеты. Значит, самый простой пакет, который позволяет скачивать файлы, называется Axios. Я думаю, вы с ним прекрасно знакомы. Но также дополнительно я еще установлю еще два пакета. Он называется fluent.ffmpeg и ffmpeg installer slash ffmpeg Я надеюсь, что я нигде не ошибился. Тоже проверьте команду, которую вы вписываете. Я не буду скрывать, что я никогда не работал с OGG файлами и не конвертировал их в mp3. Как я дошел до того, что нашел правильные пакеты, я спросил это все у GPT-чата. Давайте я, собственно, покажу. Ну, пример. Значит, здесь я выбираю там GPT-четыре. Ну и как вот примерно мог бы выглядеть запрос. I want to convert OGG файл to mp3 формат. How can I do it with Node.js? Ну, что-то в этом духе. То есть можно было подумать над каким-то более целенаправленным запросом. Ну, так как я сейчас нахожусь в его режиме записи, думаю о том, что говорить, меньше думаю о том, что писать. Но суть в том, что вот это довольно-таки удобно, когда вы можете вот такие вопросы задавать. Причем, опять же, обратите внимание, что я работаю сейчас с GPT-четыре, то есть он чуть умнее, чем мы будем работать в данном видео. И здесь вы как бы быстрее получаете ответы. Я тоже скажу, что я не сразу же смог получить нужный вариант. Мне пришлось посидеть, покопаться, но и позадавать ему еще какие-то вопросы. Но суть в том, что вот получилось довольно-таки быстро реализовать. И сейчас я уже покажу вам как бы, ну, готовую рабочую реализацию. Вот, в общем, это было для демонстрации. Но я думаю, вы видите, да, что вот он и Fluent FFmPack подсказывает, что-то тут начинает какой-то формат писать и так далее. Мы сделаем, конечно, немного иначе. Так вот, переходим к методу create. В первую очередь, естественно, он будет у нас асинхронным. И какие параметры он будет принимать? Он будет принимать URL, по которому хранится наш файл, и также file name. То есть в какой файл нам необходимо будет все это сохранить. Для начала мы сделаем запрос с помощью Axios. Здесь мы получаем response. И здесь будем ждать, пока Axios. Да, не забываем его импортировать. Сделает метод get. И сюда я уже передам определенные параметры. Можно, кстати, просто передавать. По умолчанию он будет метод get делать. Точнее так мы сможем его настроить. Метод get. Делаем по URL. И очень важный, значит, параметр, который нам здесь нужно передать, это response type. Со значением stream. То есть мы будем его как stream скачивать, и все это будет попадать в response. Тоже хорошей практикой считается, так как мы работаем здесь с асинхронным кодом, их будет несколько, и чтобы проверить, нет ли у нас где-то ошибки, я все это положу в try-catch. Да, я тебе напишу console.log.error while creating.org. Здесь я выберу message. Итак, response мы получили. И дальше нам необходимо, то есть это stream, сохранить все это в файл. Значит, для этого я буду пользоваться некоторыми встроенными библиотеками в Node.js. из библиотеки fs, то есть файл систем. Мне потребуется метод createWriteStream. И дальше я создаю этот стрим. и вот сюда, в этот метод, нам необходимо передать путь, по которому данный файл будет храниться. И дальше он именно стримом будет его записывать. Значит, я предлагаю сделать в корне, допустим, папку voices, где мы временно будем хранить вот эти вот голосовых, которые скачали и которые конвертировали в mp3. И сразу же здесь я создам такой мини-файл, где ничего не будет keep, потому что в OSS мы постоянно будем чистить. И чтобы он оставался в ГИТе, папочка эта, я добавлю такой вот файл-заглушку. Значит, далее. Для того, чтобы поработать нормально с путями, мы не можем, когда мы используем импорт и экспорт, ES-рысты в Node.js, сразу же обращаться к DeerName. То есть нам нужно его определить. Поэтому я создам здесь DeerName. Ну, это текущая папка, в которой находится данный файл. Как мы его здесь определяем? Нам потребуется импортировать, опять же, что-то из path, что-то из url. Здесь мы импортируем метод DeerName. И нам потребуется также здесь еще и resolve. То есть path, он как раз-таки работает только с путями. Из url же нам потребуется метод файл url-to-path. И теперь мы можем создать вот эту константу DeerName. Она будет определяться методом DeerName уже из path. И здесь мы используем метод файл url-to-path, куда мы передаем уже импорт мета url. На самом деле, один раз такое прописать, и все, вот у нас есть теперь готовая константа, с которой мы можем взаимодействовать. Зачем мы вообще это делали? Для того, чтобы в методе create мы могли получить ок path. Он будет определяться с помощью метода resolve, куда мы передаем уже текущую папку. То есть мы сейчас находимся в папочке source. Поэтому дальше нам нужно выйти наверх, перейти в папку voices. И дальше название файла, которое у нас будет. Можем использовать такие вот обратные кавычки, чтобы внутри использовать шаблонизацию. Здесь у нас будет файл name, которым мы передаем. А по факту это будет, например, айдишник пользователя, чтобы разные пользователи могли со всем этим работать. И точка ок. Теперь у нас есть ок path. Мы его передаем в create write stream. То есть вот мы получаем теперь стрим. И после этого мы можем написать респонс, который мы получаем от аксиаса, дата, которая в нем хранится. Мы можем его запайпить на стрим. И как мы поймем, что стрим у нас, в принципе, завершился? Мы можем написать стрим, он, финиш. Ну и здесь уже, собственно, выполнить какой-то функционал. Дальше. Так как create у нас работает не моментально, да, то есть это определенный асинхронный код, значит, мы можем здесь все обернуть в promise. Вот этот вот код, который у нас работает на колбеках. И как только этот стрим завершится, то есть файл у нас запишется, он будет готов, мы поймем, что теперь дальше можно с этим работать, мы сделаем здесь resolve ок pad, который мы здесь и создавали. В принципе, судя по всему, с методом create все ок, ну, давайте посмотрим вообще, как это работает. То есть в main нам необходимо импортировать что-то из ок.js не нужно не забывать добавлять. И это называется ок. И дальше перед тем, как мы будем выводить вот эту ссылку, я создам здесь ок.path равно await ок.create. Сюда мы передаем link href и user.id. То есть это вот только первая итерация по тому, как локально создать этот файл. Значит, перед тем, как вообще идти проверять. Скорее всего, в данном случае мы получим большое количество ошибок, потому что мы установили вот эти вот пакеты, но никак их не использовали, но на самом деле я немножечко забегаю вперед и ошибся, потому что мы пока не работаем вообще с кодеками никакими. мы только пока скачиваем файл, поэтому все норм должно быть. Ладно, давайте просто протестируем. Значит, пьем rundev. Привет, как дела? Это я голосовушку записывал, естественно. Так, и смотрите, вроде пока ошибок нет, и теперь есть вот этот вот ок.файл, который, ну, в теории можно запустить. Значит, первая итерация у нас закончена, то есть он у нас тут присутствует. Теперь нам необходимо из него создать уже mp3. Так вот, теперь как раз-таки будем работать с кодеками. Как это будет выглядеть в мейне? Мы создали ок.path и дальше я создаю mp3.path равно await ок to mp3 ок.path Да, то есть в итоге я хочу получить mp3.path, можем его там вернуть, например, потом нам в Telegram. Соответственно, также давайте сюда в mp3 будем еще передавать user.id, то есть его, конечно же, можно взять еще из названия файла, но раз у нас данные эти есть, то почему бы и нет. То есть в данном случае вот у нас будет ок.path, я назову его input и output, это у нас будет название выходного файла. Так как мы делаем довольно-таки сложные штуки, то я все это добавлю в try.cache для того, чтобы четче понимать в случае ошибки, что у нас пошло не так. Error file creating mp3. опять же ошибки потом можно будет дописать. Значит, что мы с вами сейчас в первую очередь делаем? В первую очередь я получу output path, делаю resolve, метод dirname, куда я передаю input, то есть по факту я получаю сейчас с помощью вот этой строчки путь до папки voices, потому что окфайл input, он находится как раз-таки здесь. И для чего это делаю? Для того, чтобы правильно получить путь до output. output.mp3. Дальше. Значит, у нас тоже здесь будет определенный асинхронный код, поэтому я сразу же верну здесь promise, чтобы нам было проще с этим работать, будет resolve и reject. И вот дальше нам нужно уже подключить будет библиотеки со всеми этими кодеками. Значит, я прописываю ffmpeg from fluent ffmpeg и также мне необходимо будет импортировать еще installer из ffmpeg installer ffmpeg, тот, который мы устанавливали. Дело в том, что это как бы ядро самой библиотеки кодеков, а installer это то, что позволяет как раз таки все это конвертировать. То есть дальше нам на самом деле нужно будет еще добавить для ffmpeg с помощью с помощью метода set ffmpeg path installer path. То есть настроить его таким вот образом. Единственное, что он дает ошибку, потому, потому что зачем-то попытался импортировать отдельный метод. Да, то есть импорты здесь должны быть довольно-таки простые. И как только вот вызывается конструктор, мы устанавливаем путь до непосредственно конвертера. Ну и по идее этого должно быть достаточно. Теперь, собственно, как выглядит сама логика по трансформации ого в mp3. Мы обращаемся к ffmpeg и передаем сюда input. А input это у нас как раз-таки ок файл, ну то есть его путь. И дальше мы вызываем определенные методы, там допустим input options. Вот эти вот опции все я посмотрел в gpt, который мне подсказал, поэтому почему бы ими и не воспользоваться. Также мы делаем output. Значит, в output мы указываем выходной файл, который должен получиться, то есть это output path. Теперь в случае, когда данная логика завершится, мы в принципе можем здесь вызвать метод resolve с output path. То есть это будет уже путь непосредственно до mp3 нашей. в случае если произошла какая-то ошибка, то мы здесь получаем ее, ну и можем в reject закинуть error message, и после этого нам просто нужно все это дело запустить с помощью метода run. То есть вот такая логика здесь получается, и в принципе все. теперь давайте протестируем как это работает. Значит я еще раз запишу голосовое сообщение. это интернет или телеграм интересно. мы видим, что мы получаем путь до mp3 и это очень классно. Вот он у нас лежит. Давайте запустим его. Не знаю, слышно было ли вам, но мне в вс-ходе все прекрасно отрабатывает, то есть mp3 у нас есть, и это означает, что мы можем идти дальше. Очень клево. единственное, что по-хорошему бы нам еще потом удалять эти файлы, чтобы они здесь не копились. Я покажу саму идею, как это сделать. Создам утилиту и здесь буду экспортировать асинхронную функцию. Допустим remove файл я назову. У нее будет какой-то путь. Все это оберну в try catch. console.log error while removing файл. Добавляем эти обработки, потому что всегда что-то может пойти не так. И в стандартном пакете file system есть также еще метод, который работает в формате промисов. Называется метод unlink. По сути все, что мы здесь делаем, мы ждем, пока выполнится у нас unlink с путем. Зачем я это показал? Потому что например, когда мы уже получили output path в данном случае, то есть все у нас теперь mp3 есть, этот ок нам вообще совершенно не нужен. Правильно? Поэтому здесь мы можем обернуть все в фигурные скобки. И после того, как мы допустим даже перед резолвом, мы понимаем, что mp3 у нас уже готово, все хорошо, поэтому мы здесь делаем remove file input то есть мы ок удаляем. Он выдает нам ошибку, потому что в импорте нужно прописывать .js, это специфика непосредственно этих модулей короче в ноде. Так, запишу теперь мини-голосовуху и видите, да, у нас теперь удаляется ок, то есть остается только mp3. Ну, соответственно, как только мы используем mp3, его тоже можно будет выпиливать, потому что он нам в принципе не пригодится. Вот, но посмотрим, в общем, успеем мы сделать сейчас это или нет. Супер, мы на самом деле довольно-таки круто продвинулись и теперь все, что нам необходимо сделать, это получить, как бы перевести mp3 в состояние текста. И для этого мы уже будем пользоваться как раз-таки серверами open.ai, то есть я сделаю небольшую заготовочку. Я создам file open.ai.js, здесь у меня будет класс open.ai, что-нибудь закину в конструктор и буду экспортировать константу open.ai равно new open.ai. То есть это такая небольшая заготовочка. Я сразу же скажу, какие у нас будут здесь методы. То есть у нас будет метод chat и метод transcription, который как раз-таки переводит голос в текст. То есть верхнеуровневая модель вообще нашей логики будет следующая. вот мы получили mp3-шку. Дальше мы подключаем open.ai. В начале мы получаем здесь текст. Ждем пока open.ai выполнит метод transcription, куда мы передаем mp3. Ну и после этого мы получаем response. ждем пока open.ai выполнит чат. То есть сюда мы передадим текст, например. Ну и все. И после этого респонсом ответим уже человеку. Вот вся логика. Пока у нас ничего не готово еще из open.ai, но выглядит уже неплохо. Теперь мы можем уже описывать непосредственно эти методы. значит кстати тут нам GPT написал уже что-то. А, я остановил его. Окей. Смотрите, если вы из RF, то платформа будет для вас недоступна. То есть она скорее всего скажет о том, что ваша страна она не поддерживается. Я лично пользуюсь вот бровсек VPN. Замечательно, прекрасно отрабатывает, всем доволен. вот, это не реклама, а то просто чем я пользуюсь. Короче, включаете VPN. Думаю, вы сможете установить спокойно его. И переходите вот в платформ open.ai.com. Разумеется, вам потребуется завести здесь свой аккаунт. Значит, я буквально пару слов скажу про то, с какими сложностями вы можете столкнуться, потому что для того, чтобы подтвердить аккаунт, вам нужно будет принять смс-ку на и ответить на нее. Как вы понимаете, в RF смс-ки не приходят, но есть много сервисов, которые позволяют просто там создать виртуальный номер и в течение там 15 минут принять смс. Стоит копейки совершенно, там, не знаю, рублей 50, наверное. Вот, я именно таким образом и завел себе аккаунт и прекрасно себя чувствую. Соответственно, я постараюсь добавить какую-нибудь инструкцию в описании к этому видео, где-то я ее уже описывал, но тем не менее, когда вы заведете себе аккаунт, вы попадаете на такую площадку и что касается документации, то здесь есть различные гайды того, как работает текст, комплишн, вот мы будем работать с чат комплишном, но в данном случае нас интересует speech to текст, да, то есть по факту мы хотим вот реализовать данный функционал. Единственное, что у них раньше был Node.js вот здесь в дропдауне, сейчас почему-то этого нет, но суть заключается в том, что мы можем, короче, у них есть библиотека в npm, которая позволяет как раз таки легко взаимодействовать с этой опишкой. Вот, я перехожу в libraries, Node.js library, и вот то, что нам необходимо сделать. Я копирую методы его установки, ну, по факту, только здесь нужно удалить. Так, что происходит? mpm install open.ai Просто его устанавливаю здесь, и дальше смотрим, что нам потребуется. По факту, мы импортируем configuration и open.ai ap из open.ai Вот как это выглядит. Дальше смотрим, что мы с этим делаем. Для начала мы получаем конфигурацию и потом уже объект open.ai И потом с помощью него мы делаем какие-то запросы. Все супер максимально просто. Соответственно, это я сделаю в конструкторе. То есть вот я делаю объект конфигурации через new configuration и дальше создаю open.ai через open.ai API, куда я передаю конфигурацию. Единственное, что данный объект я занесу в this для того, чтобы он был доступен в рамках этого класса. И ap key я буду принимать именно как параметр сюда. То есть вот сюда я его буду передавать. В конфиге давайте создадим этот объект. Допустим open ii key. Здесь какое-то значение у нас будет. И дальше мы его получаем из конфига. здесь мы делаем конфиг get open ii key. Проверяем, что это совпадает. Супер. Теперь для того, чтобы создать ключик, мы переходим в personal и view ap keys. Значит, вот у нас пользователь API ключи. Ну и здесь я создаю новый секретный ключ. Имя допустим for youtube видео пусть будет create secret key. И здесь я его копирую просто, нажимаю done. Все, супер. Раньше не было этого промпта. То есть я естественно удалю именно данный ключ после того, как запишу ролик, потому что все-таки API платная, но я сейчас немного прокомментирую. она достаточно дешевая. Вот, например, я неделю уже играю с Telegram ботом с 7 апреля, ну в принципе вообще с API. Кстати, много чего интересного получилось сделать. И работа с картинками, с текстом, с GPT-чатом. Я вам сейчас показываю базу. Вот, ну и суть в том, что есть бесплатный какой-то лимит, это он 18 долларов дает. Я еще закинул как бы немного денег и теперь у меня вообще могу довольно-таки много пользоваться ботом. То есть там все идет за количество слов, которые вы отправляете непосредственно в данную API. Вот, это такая небольшая вводная, соответственно, вот мы этот ключик скопировали, занесли в default.json, да и в принципе дальше мы переходим опять же в speech-to-text и ищем как нам это сделать. Смотрите, я перешел наверх, я не понимаю по какой причине я не могу найти доку именно для того, как это работало бы в ноде, но окей, мы можем немножечко иначе сделать. Значит, смотрите, есть два метода, transcriptions и translations нам потребуется здесь именно transcription и есть различные модели, которые работают, ну, короче, переводят голос в текст. Тут показывается, как они работают, но по факту это просто моделька называется именно whisper, поэтому мы можем следующим образом написать. Переходим в этот transcription, естественно, это будет асинхронный код, естественно, мы обернем его в try-catch, чтобы я в очередной раз подчеркну, чтобы понимать в случае, если произошла какая-то ошибка, где у нас эта ошибка произошла. Console.log error while transcription, ну, и сюда e-message. Теперь, здесь мы обращаемся к with openai, ждем, и у него есть метод create create transcription. Значит, сюда, смотрите, в первую очередь мы передаем именно сам файл, то есть не путь до файла, который мы здесь принимаем, file path, а именно сам файл. Соответственно, нам необходимо создать из него стрим. ну, это как один из вариантов, поэтому я импортирую здесь что-то из fs, и это что-то называется create read stream. Поэтому сюда я передаю create read stream из file path, и дальше модель, которая будет все это читать, это whisper 1. В ответ я получаю некоторый response, и здесь я буду возвращать response data text. Вот это вот и вся логика по работе с api, то есть нужно было обратиться к необходимому методу и правильно передать путь. Значит, давайте пока мы уберем здесь response и будем вводить текст. pmrandef, так. Привет, как дела? Я записываю YouTube-видео. Вуаля, мы смогли перевести голосовуху самостоятельно, как это делают премиальные пользователи, в текст. И, как видите, он довольно-таки неплохо его распознает, и русский язык. Hello, my name is Vlad. What is the capital of Great Britain? Соответственно, я думаю, что он должен понимать и прекрасно английский язык, и, по-моему, он поддерживает порядка шести или восьми языков. В общем, можете посмотреть документации. Суть в том, что это, видите, работает, выглядит круто, как по мне. Ну и, собственно говоря, мы теперь можем все это передавать в чатик. Единственное, что я заметил, немножечко он, когда мы записываем голосовое, да, какое-то, особенно долгое, если, он может какое-то время зависать. То есть, было бы неплохо, если бы мы как-то дали понять, что вообще-то бот работает и просто нужно подождать. Поэтому я добавлю еще одну такую строчку здесь в мейне. Допустим, контекст реплай. Здесь я импортирую из telegraph формат. просто формат. По идее, есть такое свойство как код. Он форматирует стилистику текста. Ну и здесь я, например, могу написать что-нибудь в духе сообщения принял. Жду ответ от сервера пусть будет. Да, то есть просто, чтобы показать, что как бы все норм. голосовуха номер 85, не знаю. Вот. Видите, да, теперь как бы понятно, что это системное сообщение. Ну и дальше уже получается наш текст. Кстати, мы в данном случае можем вот такую вещь сделать, где напишем ваш запрос. И дальше здесь выведем текст, да, чтобы это тоже как бы относилось именно к системной части. Вот. И после этого мы уже будем обращаться к чату. Значит, теперь, что касается чата. здесь ровно та же самая история. В первую очередь мы сюда добавим блок try catch error while я здесь напишу gpt chat. Опять же, если это там будет уже какой-то более-менее production code, то, мне кажется, можно будет чуть улучшить отображение ошибок. Сейчас я экономлю время от записи роликов. И здесь по сути мы обращаемся также к не забывая делать метод синхронным к this open.ai объекту. И дальше метод называется create chat completion, куда мы передаем модель. Вот здесь нам нужно будет сейчас посмотреть документации, какие в принципе модели у нас есть. То есть вот общение с gpt chat это и есть чат completion. Значит, вы можете строить ваше приложение с помощью gpt 3.5 turbo и gpt 4. Есть различные варианты. Так, интересно, а здесь будет с нодой показано. Почему они ноду выпилили? Все, на Python оставили. Смотрите, gpt 4 мы прямо сейчас не можем использовать, потому что это еще пока бета, это для тех, кто только прошел в предварительный список, я поду заявку, пока мне не ответили. Соответственно, мы можем использовать gpt 3.5 turbo, но вы тоже, если вы не подавали заявку и вам ее не одобрили. То есть мы с третьей версии gpt работаем и дальше мы здесь принимаем такой объект как messages. Месседжес эти мы также будем принимать в чат. И чтобы чуть-чуть упростить нам задачу по работе с форматами, messages это массив с нужными объектами. короче, если мы посмотрим на вот этот вот интерфейс create chat completion request, то вот он у нас messages и мы можем увидеть, что это массив от одной месседжи. Вот значит одно сообщение. У каждого сообщения есть роль и есть контент, ну возможно еще какое-то имя, если это мульти-юзер чат. Контент это просто текст, то есть это вот сама по себе строка. Роль же в данном случае это enum и она может принимать с себя три значения. Первое значение это system, то есть это то, что не попадает непосредственно в сам чат, но мы например там даем контекст того, как нужно себя боту вести. Ну например, ты сейчас поэд 19 века, поэтому отвечай мне только там в стихах или что-то в этом духе. то есть мы можем с помощью вот этого системы заранее добавить какое-то сообщение и добавлять в него контекст. Роль юзера это собственно говоря сам пользователь, который нам пишет. если роль ассистент, то это ответ GPT чата. Вот, соответственно мы можем этот массив формировать и сохранять контекст диалога. Поэтому это я объяснил, собственно нам нужно правильно сюда передавать объект messages. Ну, в мейне в таком случае вместо того, чтобы сюда просто передавать текст, мы можем передать сюда отдельно создам messages и здесь будет единственное сообщение role user и контент будет текст. То есть вот такой формат и сюда я передаю этот messages. Мы можем немножечко на самом деле поработать над кодом и скажем в open.ai создать объект roles для например assistant короче создадим эти константы чтобы не запоминать их system порой радуюсь притеру который сам меня исправляет различные кавычки и так далее и теперь получается что если я нигде не ошибся в написании мы можем здесь вместо фиксированного текста писать open.ai roles user да то есть так куда более понятно здесь мы получаем некоторый response то есть ответ с чата который мы кстати не обработали поэтому давайте создадим здесь здесь response и дальше так return мы обращаемся к этому response к его объекту data выборы это у нас массив где нам нужен нулевой элемент и здесь я обращаюсь к message я обращаю задачу чтобы не смотреть как распарсить обычный JSON который нам прилетает вот именно вот в этом объекте хранится и итоговое сообщение которое нам нужно собственно дальше здесь мы получается получаем этот response и у него есть объект контент который мы можем попробовать вывести уже непосредственно пользователя ну что ж вроде бы все готово давайте протестируем привет как твои дела и с кем я сейчас разговариваю как видите мы получаем ответ блин по-моему это очень круто давай напиши мне то же самое приветствие только как будто ты батл рэпер я не знаю что получится вообще нужно экспериментировать конечно как правильно с ним взаимодействовать если будет ненормативная лексика то все вопросы к GPT ну в общем вы видите что это прекрасно работает технологический боец я возвращаюсь снова чтобы сделать мысли простыми понятными как планшеты я здесь чтобы поразить твой мозг как нейросеть в понедельник день испытаний господи ладно я думаю что этот этап мы успешно выполнили и единственное что сейчас у нас не очень хорошо работает это то что вообще-то у нас не сохраняется контекст потому что каждый раз создается вот просто этот messages пустой ну точнее массив с одним элементом и он как бы каждый раз начинает общение заново для того чтобы создать условно сессию и запоминать контекст я сделаю следующее из телеграфа я подключу еще объект session и дальше я скажу что бот должен использовать у нас middleware вот этот вот session теперь я добавлю новую команду которая будет называться допустим new async контекст то есть когда мы будем говорить new тогда будет создаваться как бы новый контекст новая беседа если же нет то в таком случае мы будем продолжать длить этот вот диалог значит здесь я напишу await контекст reply ну здесь допустим жду вашего голосового или текстового сообщения потому что мы сейчас еще научим его текстом общаться дальше мы берем и как бы обращаемся к контексту session равно пусть будет initial session вот так вот понятно что этой константы пока нет по аналогии со state это будет у нас просто объект где будет пустой массив messages то есть каждая сессия она соответствует каждому пользователю и на самом деле вот это вот мы можем сделать то же самое для команды start вот а это мы можем убрать ну потому что когда значит пользователь начинает взаимодействовать с ботом то в принципе он и инициализирует эту вот сессию теперь когда мы попадаем в voice в первую очередь мы еще добавим проверку здесь то есть вдруг если ну по какой-то причине значит этот session у нас не определился такое может быть в таком случае мы будем задавать ему значение initial session это вот новый оператор достаточно и он применится только в том случае если здесь там он defined или новый какой-нибудь теперь как нам это поправить то есть вместо того чтобы здесь создавать новый массив messages он и так у нас по умолчению должен быть пустым мы здесь напишем context session messages push и здесь внимательно что мы сюда пушим ну как бы это уже у нас массив то есть просто объект без квадратных скобочек и как только мы получили какой-то response мы добавляем также это сообщение в контекст то есть messages push только здесь у нас будет role уже assistant а content у нас будет равняться response content вот и теперь получается что у нас будет сохраняться вот этот контекст переписки потому что все это находится в сессии и да логично что в чат только нам нужно правильный объект передавать точнее массив так ну что давайте протестируем значит напишу команду new привет расскажи мне про пять самых прекрасных туристических вещей в санкт-петербурге не знаю я сейчас импровизирую абсолютно не готовил вот эти голосовые здесь нам важно будет понять работает ли и сохраняет он контекст запрос запрос к опишке да занимает энное количество времени тут нужно немножечко подождать я еще параллельно смотрю значит за консолью что не выдает ли он ошибки какой-то супер он выдает значит не ошибку нам а текст да и теперь теперь напиши тот же самый текст только в двух предложениях но при этом чтобы это осталось списком опять же неважно что он мне там ответит главное чтобы он писал сейчас там про Эрмитажи Петропавловские крепости и так далее супер я думаю вы видите результат что текст действительно сократился и он все еще понимает о чем идет речь да а теперь давайте скажем ему окей напиши теперь тот же самый текст как будто ты гопник значит важно же проверить как он работает с такими сущностями ну я думаю вы поняли идею да при этом если я пишу команду здесь new и задам запрос про то какой план тренировок нужно мне реализовать в спортзале для того чтобы набрать мышечную массу то есть совершенно другой контекст уже задаю и он не отвечает в общем можете с этим теперь поиграться как видите мы умеем общаться с ботом я сделаю небольшое дополнение к нашему коду короче скопирую вот это вот все и научу его общаться текстом то есть если у нас это текст то в таком случае мы нам не потребуется здесь ни link ни user id ни org path ни mp3 path сюда мы передаем контекст message текст просто вот это нам тоже здесь не потребуется и просто оставляем вот эту логику то есть теперь мы можем общаться еще и текстовыми сообщениями по факту нам просто нужно будет отправить запрос в open.ai вот ну и видите что он также работает у нас давайте попробуем текстом уточнить что он мне вообще отвечает здесь важно также правильно питаться и отдыхать достаточно хорошую массу что мне нужно есть то так здесь мы получили ошибку замечательно он по какой-то а стоп все правильно я не сюда передал вот этот текст он вот здесь хранится у нас а это нам не нужно вот так вот должно быть значит попробую продублировать точнее ну ладно он забыл контекст потому что видимо там мы перезапускали сервак но окей он как искусственный интеллект не может нам предлагать ничего конкретного супер мы закончили функционал написание теперь как бы понятное дело что если я остановлюсь процесс то тогда ну вот не будет работать а мы хотим чтобы вот работал поэтому время заняться деплоем значит для того чтобы реализовать деплой в первую очередь я создам в конфиге новый файл который назову production .json куда я возьму просто и скопирую все эти штуки telegram токен open a key понятное дело что в моем случае я могу сейчас себе позволить отправить те же самые данные в production но вообще конечно они должны отличаться то есть я покажу как бы сейчас инфраструктуру которая позволяет их менять суть в том что вот допустим вы какую-то версию ботика закинули у меня тоже там свой ботик есть который ну я еще больше его написал чем вам сейчас показываю говорю что он там с картинками работает там код решает но есть рабочая версия а есть депп-версия так вот как минимум нужно будет менять ботов то есть создать девелопмент бота и продакшн бота в моем же сейчас случае этого делать не нужно но тем не менее разделять ключи на продакшн и дефолт стоит дальше для того чтобы их различить здесь у нас есть пакет который называется cross-env в случае если значит мы дев-версию запускаем мы говорим что not-env будет равняться у нас development если мы запускаем продакшн версию это у нас будет продакшн продукт ион давайте протестируем значит я добавлю какой-нибудь test-env это у нас будет прод а в дефолте я напишу dev и просто выведем в мейне это в консоль config get test-env да то есть это важно проверить соответственно если мы делаем npm run dev подключаются dev-ключе если мы делаем npm start то подключаются prod-ключе вот в этом и суть дальше значит про инициализируем git для этого я вначале создам файл .gitignore git ignore сюда сразу же идет идея node модуля что нам еще здесь не нужно на самом деле config давайте так напишем default .json и production .json мы не хотим чтобы они летели в git но опять же здесь я создам просто keep для того чтобы папочка сохранялась то есть это у нас будут локальные штуки мы сами будем вручную их добавлять что еще можно добавить vs-код какой-нибудь да вроде бы все теперь значит я хочу чтобы все вот эта вот история собиралась с помощью докера задаю докер файл и здесь нам нужно описать историю про то как положить все наше приложение в контейнер чтобы им было проще управлять просто маленький лайфхак да вот опять же если у вас есть доступ до gpt напиши 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 без объяснений без объяснения только код или что-то в этом духе ну и соответственно он будет только код выдавать потому что тут нет сейчас объяснения конечно ни к чему он только время их тратит но тем не менее мы видим что в принципе получаем необходимый докер здесь мы говорим из какого образа мы будем делать контейнер ну 16 альпин потом устанавливаем рабочую папку копируем package и package lock копируем он даже добавляет правильный комментарий в принципе что очень даже неплохо теперь смотрите я сразу же копирую этот код вставляю в докер файл это мы оставляем workdir пускай будет up значит комментариями не нужен npm просто CI мы вызовем то есть это аналог npm install но он также учитывает package lock лучше копируем env порт пускай будет и cmd у нас будет npm start вот в принципе как можно с помощью gpt-чата было быстро создать докер образ давайте протестируем только пока локально все ли это корректно отрабатывает ребят ребят если вы вдруг не понимаете вообще что я сейчас делаю то у меня на канале есть полный курс по докеру там два часа по моему он идет где вы можете спокойно познакомиться с этим там прям с нуля подробно все посмотреть и вам будет понятно не сразу уточнил это здесь нам что нужно сделать создать образ допустим так бот youtube давайте я назову его боту и точка вначале собираю билд точнее собираю имидж из этой инструкции можно знаете как сделать для небольшой автоматизации я создам такой файл как makefile и чтобы каждый раз не дублировать я здесь буду прописывать команды docker build tagbot допустим я его назову только здесь нужен параметр tag и будет run docker run минус d минус p допустим мы смапим трехтысячный на трехтысячный порт чего еще здесь добавить name пусть будет tagbot и минус минус rm то есть удалим когда контейнер будет установлен и если я правильно помню tagbot то есть здесь мы указываем название имиджа собственно теперь вместо того чтобы прописывать вот эту строчку которая по факту нам нужно чтобы была у нас в консоли можно написать просто make run так make run отработал уточним у него ты работаешь так давайте посмотрим docker logs а стоп все правильно мы же создали картинки он называется у нас бату поэтому просто у меня до этого был tagbot я решил его изменить здесь я напишу бату значит небольшие конфликты docker stop tagbot и опять же запускаю уже из имиджа бату вот теперь по идее он должен у нас работать вот видите все супер теперь у нас как бы docker образ правильно запустил наш бот теперь все ок теперь я делаю docker stop tagbot и все мы готовы теперь уже к деплою для начала давайте проинициализируем git здесь я напишу git init значит смотрим что ничего лишнего сюда не попало супер теперь я делаю git add точка то есть добавляю все незакомичные файлы делаю commit минус m обычно я называю init так дальше нам потребуется создать репозиторий я назову его tg bot gpt youtube публичный пусть будет нажимаю create дальше мне потребуется добавить remote я его копирую просто и запушить потребуется так как я не менял не добавлял вот эту строчку git branch минус m то есть у меня дефолтная ветка по умолчанию мастер я поэтому и пишу здесь мастер возможно это для некоторой общественности не так приемлемо что есть мастер и слейв но я привык работать именно с этими штуками и пока есть возможность буду работать именно с мастер веткой смотрим в репозитории как видите здесь у нас все прекрасно единственное что я допустил небольшую ошибку так как в voices добавил mp3 этого не должно было быть давайте мы его удалим нам он в ките не нужен конечно же так и мы делаем git push так если мы посмотрим в voices то теперь его здесь нет супер дальше нам потребуется арендовать какой-нибудь облачный сервер для того чтобы туда залить вообще весь этот код и запустить его чтобы не мучить локальный компьютер и не зависеть от этого и так теперь чтобы наш бот постоянно работал 24 на 7 и не зависел значит от моего локального компьютера разворачиваем все это на облаке в качестве обычного провайдера я выбрал компанию myselectel потому что я и свои проекты здесь хочу короче здесь хорошее обычное оборудование что нам здесь нужно сделать зарегистрироваться вот по данной ссылочке у меня уже аккаунт просто есть и дальше я перехожу в облачную платформу тут есть кстати очень прикольная штука конкретно сделанная именно для телеграм-ботов я сейчас про нее расскажу подробнее для начала мы переходим в серверы здесь я уже заранее сделал проект gpt ну а как видите тут result school также я хочу здесь здесь я создаю сервак ну денежку тоже нужно будет пополнить у меня какая-то базовая здесь есть значит имя этого сервера у нас будет pps telegram ну почему бы и нет пусть будет в одно слово дальше регион пусть будет Санкт-Петербург ну по той причине что я нахожусь в Санкт-Петербурге и pool можем выбрать например root 3b дальше источник в моем случае это будет Ubuntu 1804 вот но опять же здесь можно выбрать различная там версия я же пойду с этим и что вот из интересного то есть по умолчанию показывает стандарт-лайн но я хочу вам показать именно настройку шет-лайн который вот на самом деле идеально подходит для создания телеграм-ботов потому что сами по себе как бы телеграм-боты они не кушают много ресурсов то есть у нас по сути есть просто серва который дает какие-то маленькие там принимает команды и отвечает пользователю поэтому мы можем использовать шет-лайн который позволяет нам забирать какой-то процент именно от ядра то есть скажем для телеграм-бота я выберу 20 процентов и вот одно ядро да на 512 мегабайт дальше с точки зрения настроек подсеть я выберу публичную подсеть и размер подсети я выберу 29,5,3,4 зачем я это показываю за тем чтобы продемонстрировать стоимость да то есть когда мы выбираем вот этот шет-лайн в день там мы платим вообще ну 8 рублей то есть такой сервак по сути вот можно арендовать за 10 рублей в день что на самом деле довольно-таки выгодно ну для таких проектов можем посмотреть там стоимость в месяц например в день да соответственно если мы выберем там какую-нибудь другую настройку например 50 процентов ну соответственно это будет чуть подороже да то есть если мы берем половину ядра то уже там будет 13 рублей в день вот но опять же для такого проекта нам хватит 20 процентов все то есть сервак мы настроили я нажимаю создать также хочу отметить что вот сейчас мы создадим сервак мы можем в любой момент взять и нарастить ресурсы сервака да то есть допустим мы понимаем что операций там довольно-таки много становится больше чем мы рассчитывали ну например мы порекламировали телеграм-бота и там стало больше пользователей вот мы можем изменить эту настройку там перейдя сюда вот изменить конфигурацию ну и погнали кстати мы можем даже уменьшать вот то есть этим вы спокойно управляете что довольно-таки удобно также теперь здесь когда мы переходим уже в сам сервер мы можем перейти в такую вкладку как консоль и суть в том что здесь мы прям даже не выходя из браузера можем работать с этим сервером то есть можем конечно и по SSH подключиться но вот ради эксперимента я покажу прям из браузера что довольно-таки удобно вы как бы можете из любого места взаимодействовать так значит логин у нас здесь будет root и здесь с помощью кнопочки я оставляю пароль тадам мы находимся сейчас в сервере ну и при этом здесь доступны все команды которые в обычной консоли у нас есть короче если вам понравился интерфейс как все это работает ссылочка будет в описании на select где вы можете взять такой сервак что нам нужно сделать с вами сейчас для того чтобы запустить здесь бота вот сейчас нужно быть внимательным давайте я попробую с вами погуглить то есть в первую очередь нам потребуется установить здесь докер select block и вот эта ссылочка вот из докер мы создаем здесь виртуальную машину для работы с докером короче у них есть целый гайд документация классная у ребят вот установка докера идет нам просто нужно будет копировать команды и вставлять их в терминал вначале мы делаем обновление всей системы всего пола ждем пока все это завершится дальше устанавливаем необходимые пакеты как бы в данном случае тут нужно нажать yes в данном случае я не особо думаю что здесь нужно делать потому что это просто установка программного обеспечения начинаем скачивать докер значит копируем дальше это мы установили снова обновляем после этого устанавливаем докер оси помочение докера есть только у пользователя root в принципе нам этого достаточно потому что мы сейчас работаем именно под root то есть в случае если мы другого пользователя хотим добавить то почему бы и да давайте посмотрим докер help все он работает у нас поэтому теперь мы можем идти дальше дальше нам нужно установить git значит видите я прописал git по умолчанию он здесь отсутствует поэтому здесь я делаю apt install git нажимаю yes устанавливается git теперь папа папам я перехожу в репозитории копирую его ссылку и здесь пишу git клон и вот эта ссылочка теперь с помощью команды ls я смотрю какие папки есть у нас есть tgbot gpt youtube замечательно я в него перехожу и если мы теперь посмотрим то мы видим что в общем-то вот наш репозиторий без node-модулей без всего и здесь я хочу отметить что вот если мы посмотрим допустим перейдем в конфиг и посмотрим здесь у нас только keep присутствует то есть нет вот этих вот production ключей которые нам нужны соответственно что я могу сделать в vscode а почему кстати их нет спросите вы а потому что хранить это все в gt неправильно все увидят и будут ваши денежки тратить или спамить поэтому здесь я создам новый файл production .json опять же способов там взаимодействия с этими переменами их довольно-таки много я выберу такой вот дальше я пишу nano production вставляю сюда все наши ключи дальше нажимаю control x нажимаю yes теперь еще раз проверяем что у нас тут есть production давайте посмотрим на production json видим что здесь есть все необходимые данные соответственно control control x для того чтобы отсюда выйти ну и все теперь мы можем просто написать make build давайте проверим еще раз да то есть он будет создавать image tgbot все правильно make build по умолчанию make присутствует в Ubuntu но то есть а если вдруг там по какой-то причине выбрали например другую операционную систему или там нет make то просто вот это вот прописываете в значит в терминале и все так смотрите он говорит что у нас все хорошо то есть мы можем посмотреть на docker images вот у нас есть две два образа это note и tgbot ну соответственно теперь мы просто делаем экран все запускается контейнер мы можем посмотреть допустим logs tgbot вот у нас запустился production и ну ошибок никаких нет давайте проверим new привет ты сейчас работаешь с сервера или нет как вообще твои дела ну судя по всему он видите успешно это все читает и обрабатывает говорит что он на сервере работает супер как видите это все успешно работает теперь мы можем вообще закрыть эту вкладку как видите локально у нас тоже нет никаких процессов но при этом бот успешно работает и мы можем с ним взаимодействовать напиши напиши стих из четырех строчек в стиле пушкина это чтобы проверить что в общем все успешно листву осеннюю дрожжа чуть слышно травы шорох красоте природы влечет душу вновь и вновь ну это как бы а три строчки я написал ему думал что четыре получилась такая русская хокку в общем ребят я надеюсь что вам было интересно посмотреть значит данный ролик учитесь пользоваться GPT если вы хотите такой же классный интерфейс по деплою то ссылочка в описании на myselectal и исходный код данного проекта вы найдете у меня в телеграм канале тоже будет ссылочка в описании подписывайтесь туда это важно потому что youtube снял монетизацию с канала потенциально либо youtube заблокирует либо канал могут заблокировать а у меня еще очень много есть прикольного классного контента которым хочется поделиться короче телеграм это вот то место где будет возможность оставаться на связи с вами в общем не теряйтесь подписывайтесь и забирайте свой исходный код благодарю за внимание и все увидимся в других видео до сих пор Продолжение следует...